Девочка-пай Катерина, не грусти! К счастью, есть у нас пути! На e-mail анкету сбросим! Ростов город, ПУ-8! ПЕСНЯ 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 ПО-8 – это профессиональное училище Открытого акционерного общества «Росвертов». «Росвертов» – это самый могучий авиационный завод в России, выпускающий такие вертолеты, как Ми-24, Ми-26 и Ми-28Н, известные во всем мире. ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уважаемые ребята и родители, хочу вам сказать, что наш результат труда, вот то, что мы чем занимаемся, это трудоустройство детей на работу, выпускников наших. Так вот, на сегодняшний день совсем немногие учебные заведения могут трудоустроить своих выпускников. У нас практически с этим проблем не существует. Может быть, в этом году будет чуть посложнее, потому что завод омолодился где-то на 30%. Но тем не менее, вот мы сейчас разговариваем, уже заранее ведем переговоры по нашим выпускникам. В общем-то, отказов пока нет. Поэтому, значит, если берут наших выпускников, значит, мы хорошо дружим с предприятием базовым, и, значит, мы достаточно хорошо готовы. Потому что каждый десятый работник по Росверталу это выпускник нашего учебного заведения. Вы, может быть, немногие, некоторые знают, что генеральный директор выпускник нашего учебного заведения, что главный бухгалтер завода, оба Росверталу выпускник нашего учебного заведения, что директор Лопастного завода, тоже выпускник нашего, что начальник ПДО и так далее, очень много наших выпускников стоят у руля предприятия, а очень многие выпускники делают свое дело там и на высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что, во-первых, есть перспектива роста, если кто хочет расти, кто хочет заканчивать высшие учебные заведения. У нас есть договор с ДБТУ на продолжение обучения после нашего училища. Есть своя нафедра авиастроения, будем говорить, в ДБТУ и на вертолетном предприятии тоже база есть. То есть сама по себе деятельность наших выпускников, она очень интересная, потому что поднимать вверх винтокрылую машину, я много раз говорил, что это не автомобиль, если что-то сломается, он может на обочине остановиться. А это если что-то сломается, могут погибнуть люди. Поэтому большая ответственность и должна быть достаточно высокая квалификация наших выпускников, а последующих работников, которые приходят на завод. Ну, в плане социальных каких-то вопросов, предприятия нашим выпускникам на практике платят заработную плату. Ну, небольшую, но платят. Многие вообще нигде ничего не платят. Лучшие, и особенно это выпускные группы, платят заводскую стипендию. Плюс стипендию платим мы здесь, плюс у нас бесплатное питание, мы кладем обедом здесь детей. Значит, ну то, что есть благо на предприятии, это уже когда в основном ребята пойдут туда работать, вы знаете, там есть две базы отдыха, это Зеленый остров, это Зойка по Туапсе на Черном море, поселок Небу. Это медобслуживание, полностью там идет диспансеризация, обязательно всех проверяют, и те сроки, которые положены в зависимости от профессии. Социальные пакеты очень хорошие, там предновогодние. Хороший дворец культуры вертолетного предприятия, вы, наверное, знаете. Он один из лучших, наверное, лучших сейчас из всех заводов, которые у нас существуют. До сих пор он сохранил, хотя это самостоятельная структура. Футбольные поля внутри стадиона, внутри предприятия. Это тоже, я скажу вам, что не каждый завод таким обладает. Я почти уверен, что у нас, наверное, в Ростовской области нет такого завода, у которого были бы свои спортивные площадки внутри предприятия. Вот благодаря тому развитию, которое произошло на заводе, где стали уделять внимание спорту, и условия создавали, и мы спортплощадку тут построили, помог нам завод, часть наших средств пошло. Сейчас у нас тоже шикарная спортплощадка в центре города, я скажу, это так, по-богатому будет выглядеть. Вот, поэтому, как бы, мы хотели бы, чтобы вы не просто к нам зашли на минутку, а чтобы остались у нас, и здесь продолжали свое обучение. У нас соответствующая материальная база есть, есть и компьютерные классы, есть и мультимедийные классы, есть классы лаборатории, где стоят мини-станки с ЧПУ, через компьютер ребята, значит, дают команды, и эти станки начинают работать. Это токарный, фрезерный станок, и, в принципе, можно там даже и детали делать, ну, только небольших размеров и объемов. Вот, поэтому, как бы, стараемся идти в ногу, немножко, конечно, мы от завода отстаем, потому что там на предприятии есть такие станки, которые стоят миллионы долларов. Но мы такие купить не можем. Но хотя бы азы, станки с ЧПУ у нас есть. Недавно открылся слесарный участок, мы в девятом году открыли станочный участок на предприятии. Это токарные станки, фрезерные станки с ЧПУ, шлифовальный обрабатывающий центр. Буквально два дня назад, генеральный директор Борис Николаевич, его участие, мы открывали там же слесарный участок, они дали дополнительные площади. Там мы будем обучать ребят слесарному делу. То есть непосредственно работать они будут с первого курса, начиная. Все ребята, наши слесари, станочники, будут работать и изучать азы этих направлений слесарных и токарных прямо на заводе. То есть они уже будут адаптироваться к предприятию, они будут уже ходить в столовую заводскую, они уже будут там как бы, вот кругом идет производство, и тут они чему-то учатся, чтобы потом участвовать в этом производстве. Это тоже очень большое дело. Сейчас ожидается приезд президента страны 26 по 28, по-моему, марта в Ростов. И в том числе, возможно, то, что он будет на предприятии, это однозначно, но и в том числе он может побывать в наших мастерских. Потому что уже и министры образования России были, и губернатор был, показывали им, и ряд руководителей вертолетов России уже побывали на наших, в наших там, ну, по-старому, если назвать, мастерских. Поэтому как бы предприятие легендарное, предприятие рабочее, оно живет. Вот эти вертолеты 26-е, это 20 тонн поднимает. Такой вертолет в мире нигде не производит. Америка не производит. Вот наш Сипорский в свое время уехал туда, раскрутил вертолет, у них хорошие вертолеты, может даже чуть получше, чем наши, но такой груз, ни один вертолет в мире не поднимает, как наш Ми-26. Вертолет Ми-28М, это боевой вертолет, у него хорошая бронь, хорошая навигация, авионика и все остальное. Это тоже вертолет, который у нас уже начали брать за границу. Пока мы его здесь по России продавали, но сейчас уже берут за рубеж, потому что он обладает достаточно серьезными, и в отношении старого вертолета Ми-24, а потом его модернизировали Ми-35, он обладает более высокой скоростью, надежностью, ну, и ряд, ряд, намного. Даже, вы видели там, даже Кирпина, здесь показывали? Кирпина показывает? Ладно, не буду на этом заострять, недолго вас мучить. Вот, поэтому, как бы, дело серьезное, и я хочу сказать, что инженером хорошим стать трудно, если ты из школы пошел в высшее учебное заведение. А вот хорошим инженером не случайно руководители... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Кирпина! 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 Добро пожаловать в Кирпина!